И снова здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы вновь возвращаемся к видео лаборатории психологического обеспечения. Вторая часть видео, рассказывающего о лаборатории. О лаборатории, ее работе, ее научных методологических подходах, ее продукции. И в прошлом видео я остановился на вот этом очень важном и определяющем для меня видео. Обратите внимание, видео называется «О версии автоматизированной методики ММПИ-услуги». Мы в нашей лаборатории оказываем услуги. Мы не только реализуем методики, необходимые для наших коллег-специалистов, психологов, промышленных психофизиологов, но и сами проводим обследования. Проводим их как очно, так и через сеть интернет. Каждая наша автоматизированная методика имеет двойной функционал. Что это значит? Методика с первым функционалом, она работает здесь и сейчас у нас в лаборатории, установлена на наших 10 компьютерах, и мы обследуем людей, они к нам приходят. Мы их обследуем патопсихологическими методиками, собираем анамнез, краткий анамнез. Затем садим за компьютеры, они проходят автоматизированные методики, упомянутые мной в прошлом видео. Это очная работа нашей лаборатории. Здесь и сейчас порядка около 1000 человек мы обследовали в начале, лет 5-6, наверное, 7, может быть, обследовали до 1000 человек, 800-900. Сейчас эта цифра несколько меньше, порядка 350-400 человек в год. Но, тем не менее, это цифры, это цифры, это большая-большая работа. Обследование длится целый день, то есть люди к нам приходят, садятся, начинается обследование в 9 часов утра. Они заполняют титульный лист обследования, дают свое согласие на работу и обследование. Затем приступают, собственно, к обследованию. Их берут в свои руки мои коллеги, мои психологи, девушки Людмила Викторовна и так далее. Соответственно, второй момент наших автоматизированных методик – это так называемые дистанционные обследования. Вот здесь мы сейчас с вами находимся в разделе номер 7. И видно наши контрагенты. Это ОУХК, Уральский электрохимический комбинат, крупнейшее предприятие по обогащению урана и дочерней организации. Это Тизол, это крупнейшая в России, одна из крупнейших компаний в России – Шлюмберже Восток. Это добыча, компания занимается поставкой нефтегазового оборудования нашим добытчикам нефти. Это там Роснефть, ТАКнефть и так далее. Сами добывают нефть и мы оказываем диагностические услуги, проводим обследования, они загружают наше программное обеспечение, отправляют нам полученные результаты, мы их анализируем, составляем итоговый отчет, отправляем им в ответ заключения и разрешительные справки для Ростехнадзора на право ведения работ в области их деятельности. Здесь авиационная компания ВИМ-Авиа и научно-исследовательский центр ВИНИС. Но в данный момент у нас 5 контрагентов, юридических лиц, с которыми мы официально заключили договор по дистанционным психофизиологическим обследованиям. Ну давайте посмотрим. Да, и частные лица у нас еще могут пройти это обследование. Затем они отправляют нам результаты, их можно загрузить вот в разделе номер 8. Давайте я ее открою. Специальная форма загрузки результатов. Человек отправляет результат, полностью все это конфиденциально. Результаты хранятся только у нас в лаборатории, в нашей базе. Соответственно, прикладывая свои результаты, мы их получаем, анализируем с помощью автоматизированного заключения спектр, составляем заключение. Ну вот если перейти обратно в раздел обследования, раздел номер 7, давайте вот зайдем на Шлюмберже Восток. Здесь очень подробные инструкции. Загрузите программное обеспечение во вложение, оно находится, вот оно. Пройдите предлагаемые вам психофизиологические методики согласно инструкции. Каждая методика у нас имеет очень-очень-очень-очень подробную инструкцию. Она большая, они в свободном доступе. На сайте вы их можете скачать и ознакомиться с текстовым содержанием того, что мы предлагаем. Как по вариантам методикам локальным, которые работают у нас здесь в лаборатории, которые мы просто предлагаем в продаже, так и по методикам услуги, которые работают через интернет. Я люблю снимать видео, во мне силен истерический компонент в моей структуре личности. Я несколько демонстрант, люблю выступать, показывать презентации и так далее и тому подобные вещи. И соответственно мне это нравится и я предпочитаю принцип наглядности. Любой вопрос, который мне задается, я предпочитаю описать словами, нежели написать. Хотя в общем-то обожаю писать письма. Кто со мной общается, наверное, об этом знают. Соответственно отвечаю всегда, в любом случае, на любые смс, на любые звонки отвечаю. Не оставляю ничего без внимания. И уж, конечно, не стоит ничего говорить, если со мной связываются по электронной почте. Пишут и я отвечаю в обязательном порядке. И соответственно мне нравится снимать видео. В частности, здесь подробное видео инструкция по АСЛ ПФО, по полному обследованию. Для обследуемых краткая видео инструкция. Технические вопросы рассматриваются. Как работает наше программное обеспечение по дистанционным психологическим обследованиям. И соответственно, что мы получаем в итоге. Все эти видео можно, результаты наших ПФО. Все эти видео можно скачать и посмотреть локально. Все эти видео можно посмотреть на нашем канале на YouTube. Ссылки даны. Соответственно, здесь вот собственно программное обеспечение. Архив 10 мегабайт. Там для Шумбирже Восток 10 методик в оболочке АСЛ ПФО. И мы оказываем услуги дистанционно. Выгодно, господа. Одно дело купить методики и работать. Но если такой возможности нет. Это в общем-то большие, хорошие деньги. То есть наши методики стоят недешево. И мы отвечаем за свою продукцию до последней запятой. То в этом случае, конечно, предприятиям. В частности, вот Шумбирже Восток. У них много-много различных мест нахождения. Организаций по всему северу России и так далее. Они соответственно им выгодны. Им не надо куда-то приезжать. Через интернет. Они вполне спокойно проходят наши обследования. То же самое и по другим предприятиям. ОХК, ТИЗОЛ и так далее. ВИНИС. Одним словом, дистанционные психологические обследования. Это наше достижение. Это наше программное обеспечение уникальное. Которое точное прежде всего. Надежное, как автомат Калашникова. Уж очень я люблю проводить параллели с оружием. Наверное, потому что история моей жизни к этому привела. И соответственно, мы оказываем дистанционное обследование. Это быстро. Не надо предприятию тратиться на оборудование, программные средства. Ничего покупать не надо. Есть специалисты, медицинские психологи. Один, максимум два человека. И организация, крупная компания снимает с себя налоги, обеспечение, заработную плату. Еще кому-то, кому-то, кому-то. Ничего не надо. Это копеечная стоимость для предприятия, богатого предприятия. Одного из богатейших предприятий в области нефтегазовой области и добычи углеродов. Соответственно, она не тратится очень сильно на оценку персонала своей организации. Оно понимает, кто у нее работает эта организация. И экономия средств, даже вот просто слово налоги для руководителя любой организации, любого предприятия, это страшное слово. То есть, или надо платить налоги за специалистов, приобретать, выделять помещение, платить за отопление, приобретать программы, стулья, столы, компьютеры и так далее. А тут, значит, с рабочего места человек заходит, проходит это обследование за два часа, за два с половиной максимум. И, соответственно, руководитель, думающий, грамотный, ответственный, по чьей инициативе это было организовано, получает полную информацию, представление, как о конкретном человеке, индивидуальном, Иванове Ивановиче, так и в целом обобщенный отчет по психофизиологическому состоянию работников его организации. Что мы обязательно делаем в рамках заключенных договоров. Вот здесь есть разделы юридическим лицам, физическим лицам, они похожи. Давайте зайдем в юридические лица. Здесь прайс-лист нашей программы для приобретения. Вот если предприятие решает создать такую лабораторию или уже такая лаборатория создана на предприятии, или какая-то психологическая служба функционирует при отделе кадров, разные ситуации бывают, предприятие может приобрести наше программное обеспечение, наши бланковые, качественные, количественные методики и полностью грамотно и качественно оснастить. Мы даем гарантию за то, что сделали, за то, что наработали за 13 лет своей деятельности. Оно приобретает действительно качественный инструментарий для своих специалистов. И потом, соответственно, начальник вправе спрашивать у своих специалистов-психологов, и психологи с легкостью, улыбкой, они будут ему отвечать на самые сложные вопросы. При использовании, опять же, в полном объеме нужного инструментария. Патопсихологических методик, количественных бланковых методик, автоматизированных методик и аппаратно-программных комплексов. Психологу будет работать легко и просто. Никаких проблем, никаких гаданий, размышлений, философствований. Взяли конкретно, получили цифры, взяли, сравнили, завели, получили базу данных, которую в любой момент можно обработать и красиво представить в PowerPoint, показать и доказать какие-то моменты, и влиять на руководство тем самым, говорить о том, что вот здесь у нас проблемы, здесь у нас хорошо, здесь плохо. Давайте вот на это обратим внимание. И это все будет в цифрах, все очень красиво, и, соответственно, доступно для не специалистов-психологов, для руководителей предприятий. Соответственно, мы предлагаем к приобретению наше программное обеспечение и наше методическое обеспечение, здесь договор купли-продажи полностью проработанный. Это типовой договор, он может быть вами скачан, соответственно, проверен на юридическое соответствие вашими юристами, экономистами вашего предприятия, внесены в него могут быть поправки, и, соответственно, он отправляется нам, мы этот договор подписываем, заключаем договор и работаем. Если мы говорим о приобретении, специалист-психолог может самостоятельно скачать прайс-лист и, с учетом всей имеющейся у него информации, предоставить эту информацию руководству с просьбой, требованием приобрести ему то или иное программное обеспечение методики, методологию нашей лаборатории и работать успешно, просто, легко и надежно, проверено временем. Это договор купли-продажи. Если мы вернемся обратно на шаг назад, мы увидим, что здесь вот приобретение у нас раздел в юридических лицах и есть раздел услуги, то, о чем я уже, собственно, говорил. Здесь предприятие снимает в себя все затраты, не нужно предприятию помещение для лаборатории, нет необходимости там много-много-много всего, налоги там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, мы заключаем договор услуг и предприятие получает то же самое, только уже от нас. Все отработано, все работает, абсолютно. У нас есть хорошие отзывы, обращаю ваше внимание. С кем мы непосредственно работаем? То есть, от кого мы получили положительные отзывы, работая в этой области на протяжении 13 лет. Много чего-то я открыл, всяких вкладочек. Давайте я закрою часть из них. И при необходимости буду их вновь открывать. Итак, вот о чем идет речь, когда мы с вами находимся на канале ЛПФО, когда речь идет об услугах. То есть, это вторая составляющая работы моей лаборатории. Не только диагностика здесь и сейчас, но и оказание услуг. Те же самые программы, те же самые надежные ключи, бланковые, стимульный материал, инструкции, выверенные до последней запятой. И результаты в цифрах, в базах данных, автоматически формирующихся по использованию этой программы, как и других программ. Четко получаем результат индивидуальный по каждому конкретному человеку. Четко получаем обобщенный отчет в базе данных. То есть, формируем базу, пополняемую базу данных наших обследований. И через год, через два, через три мы можем вновь актуализировать эту информацию, как и вы, уважаемые коллеги, получая эту базу. И, соответственно, создавать какие-то новые продукты, находить какие-то новые решения для своей организации или для каких-то своих практических задач в плане исследовательской деятельности, научной деятельности. Все продумано, не больше или не меньше. Мы знаем, что мы делаем. Рассматриваются отличия версий автоматизированных методикам MPI. Мы модифицировали и выпустили вторую версию таблицы Шульте, усовершенствованную. Это уникальная вещь, то есть, это патопсихологическая методика, она автоматизирована. Мы получаем результаты о концентрации внимания испытуемого, о его переключении. И все это выглядит очень точно и презентабельно. Вы получаете лист Excel с индивидуальным заключением по концентрации внимания с помощью компьютера. Уникальная разработка нашей лаборатории, уникальная. Много инноваций внесено в нее. И тут рассказывается, опять же, о результатах таблицы Шульте. Можно посмотреть это видео. Социальное видео. Мне задали вопрос, что у вас там? Тут как-то странно, тут странно. И я в общем-то в этом видео ответил, ребят, ну вообще-то, значит, ситуация существует очень простая. Как в анекдоте, подходит к таксисту, значит, путешественник и говорит, что-то у вас шашечки нет. Вы таксист, таксист, шашечек нет. Таксист ему отвечает, вам шашечки нужны или ехать? Так вот, у нас сделано все так, чтобы ехать. Может быть, у нас не совсем красивый сайт, да, давайте вот перейдем на него. Что-то неаккуратное и некрасиво, хотя я не вижу этого всего. Но, тем не менее, свою функцию мы выполняем. Наши программы, даже вот этот подход наш, да, то есть простота и надежность. Надежность и простота. Вот что мы исповедуем в первую очередь. Может быть, у нас не очень все красиво выглядит, хотя я сомневаюсь, что это так. Но мы гарантируем то, что мы делаем, то есть то, что мы предоставляем, методики, методологию, теорию и основные концепции нашей работы. Шашечки или ехать? Надо четко определиться. Мы нацелены на результат. Нам надо ехать, нам надо работать. Остановка смерти подобна. Остановка это коллапс, схлопывание энтропии и, соответственно, смерть. Мы хотим жить, мы хотим, прямо говорю, зарабатывать деньги, честно. То, что мы заработаем, мы оправдаем своей работой. Мы не предлагаем кота в мешке. Технический момент. Вопросы задавали люди, которые приобрели наше программное обеспечение. Как сменить пароль? И, видимо, не до конца прочитав бланковую инструкцию к этой методике, они, значит, задали этот вопрос мне по почте. И я в видео им объяснил, как это сделать, показал, как это делается. Значит, рассказываю о бланковых качественных методиках и пробах. Какие, ну вот я уже упомянул ниже, в предыдущем видео, рассказываю о том, какие можно и нужно использовать количественные патопсихологические методики. Много видео у меня снято по вопросам наших пользователей. То есть, как правило, получается так. Люди пишут или на форуме, или мне на почту, или моим коллегам на почту. Задают какой-то вопрос. Мы эти вопросы обрабатываем, отвечаем. В письменном ли виде, в письме. Или же, вот как сейчас я отвечаю на вопросы моих коллег, значит, рассказываю о лаборатории ее продукции, ее деятельности. И, соответственно, появляется видео, которое будет полезно не только для конкретного человека, который написал мне на почту и задал вопрос, но и для вообще наших коллег-психологов, которые работают в разных областях деятельности. Но вопросы у них часто очень одни и те же. И вот я повторяюсь иногда, это не часто происходит, это единичное видео, уточняю какие-то моменты по методикам, по подходам и так далее. Вот, в частности, это видео, уточняющее, это видео, уточняющее, рассказывающее в целом о работе оболочки, о SLPFO, о паролях, рассказываю, как у нас все это защищается. Защищается очень жестко. Любая методика, автоматизированная я имею в виду, прежде всего, она защищена на физическом уровне. Приобретая у нас любую из методик, устанавливая ее на свой компьютер, ни на каком другом компьютере, ни при каких обстоятельствах, там двухуровневая защита. У нас гениальные программисты, они возрастные люди, и они знают тоже, что делают, и мы даем им техническое задание, формируем большие листы задания, и они это реализуют с высокой степенью грамотности, профессионализма. Ну и возвращаясь к защите наших методик, там двухуровневая защита происходит. Программное обеспечение привязывается к компьютеру пользователя. Пользоваться, своровать ваше программное обеспечение, даже если своруют, пользоваться им нельзя. Оно привязывается к жесткому диску, к железу конкретного компьютера. И, соответственно, что бы вы ни делали с этим программным обеспечением, ну, предположим, да, там кто-то недобросовестный взял и скопировал у вас его, да, он все равно не сможет им пользоваться. Работать можно только на том компьютере, на котором это программное обеспечение, хозяином этого программного обеспечения, то есть вами, официально приобретив, приобретавшими это программное обеспечение, будет работать только на вашем компьютере, и ни на каком другом. Абсолютная защита не на уровне каких-то там, я не знаю, там цифр, букв и так далее. Защита на физическом уровне, на уровне железа вашего компьютера. Взлому не поддается. И тут пароли. Еще раз говорю в этом видео о нормативах. Очень интересное видео, обращаю ваше внимание на это видео. Посмотрите, какие результаты мы получаем на основании многих-многих лет нашей работы. По методике ММПИ, в данном случае, если я не ошибаюсь, судя по скриншоту, по картинке, как мы рассчитываем на протяжении многих-многих лет результаты по методике ММПИ, как строим линию тренда, то есть рассчитываем коэффициент аппроксимации, прогнозируем, а как по шкале 1 в ММПИ, по шкале ипохондрии, дальше будут развиваться события в нашей российской популяции. То есть мы видим большое количество обследуемых, распространять наши результаты можно на всю Россию в целом, не только, ну представьте себе, нормальным для социальных наук является обследование, чтобы написать какую-то статью, даже там кандидатскую, 30-50 человек надо обследовать, а у нас в год на протяжении 13 лет проходит, ну будем так говорить, от 500 до 1000 человек. Распространять наши результаты и как следствие наши нормативы можно на всю российскую популяцию в целом. не только там на контингент определенного предприятия, предположим, да, но и на всех жителей Российской Федерации. Уникальное знание. И здесь в этом видео я рассказываю, показываю о том, как мы это графически видим. То есть 2002 год, 3-й, 4-й, 5-й, линия тренда, вот здесь видна, да, и коэффициент аппроксимации. Что такое коэффициент аппроксимации? Это прогноз дальнейшего развития ситуации по тому или иному показателю. Обобщая все это по ряду методик, психолог легко, легко, абсолютно легко, обладая этими знаниями, защититься, напишет статьи, любое необходимое ему количество статей, нужных для ваковских журналов и так далее. И, соответственно, защититься очень легко и просто. Сводная таблица, опять же, обобщающая результаты, рожденные из практики, рожденные в огне, обобщающие результаты по методике ММПИ. Рассказывается о работе методики ПЗМР и отличий от таблиц Шульте. Очень интересное видео. Еще раз повторю фразу. Живем в 21 веке. Надо пользоваться компьютером, и мы это делаем. Использование и применение нормативов. Опять же, возвращаемся, теоретическое научное видео о том, что мы получаем, как мы это все анализируем и оцениваем, как мы это все излагаем для нашего руководства и так далее. Такое, может быть, где-то приближенное даже, ну нет, скорее это не социальное видео, а видео, посвященное именно работе психолога. И как мы должны относиться к работе, как мы относимся к работе, и как правильно работать, чтобы избежать определенных проблем. Ну, в частности, самая основная мысль вот этого видео, профессиональное выгорание для хорошего специалиста, оно отсутствует. Это не термин. Никто никогда никуда не выгорает. Очень любят. Я знаю, сейчас у меня тапочки полетят, да? Но, тем не менее, профессионального выгорания не существует. Выгорает только тот, кто плохо работает. А тот, кто хорошо работает, кому работа интересна и нравится, тот, кто постоянно стремится к чему-то новому, к вершине, к какому-то развитию, самосовершенствованию в работе или в личностной сфере и так далее, термин профессионального выгорания к нему не подходит. Ну ладно, это теория. О деятельности ЛПФО и наших аппаратно-программных комплексов получили патенты. Все официально. Роспатент Российской Федерации. Предсменный контроль летчиков. Пожалуйста, 5-7 минут. Летчик, а может быть 2, а может быть 10. Все это позволяет делать наш аппаратно-программный комплекс. А может быть сразу 100. Я, конечно, утрирую. Но, тем не менее, абсолютно быстро, за 5-7 минут, любое количество людей, необходимо только, понятно, необходимое количество компьютеров. Предположим, 10-15 компьютеров, выстроенных в ряд или полукругом. Приходит, значит, приходит летный персонал, приходит обслуживающий персонал. За 5-7 минут все эти люди обследуются, соответственно, оценивается их функциональное состояние и оформляется документ. Годен, негоден, допуск, недопуск до рабочей деятельности. Вот о чем идет речь в наших аппаратно-программных комплексах. Здесь я рассказываю об аппаратно-программном комплексе, который мы использовали очень давно, и он очень плохой, этот аппаратно-программный комплекс. По ряду причин у меня здесь есть отдельное видео по этому вопросу. Наш программный комплекс устраняет и решает те проблемы, которые были в свою бытность у нас, с комплексом, который мы сами приобретали в лабораторию, с комплексом КАП-801 оператор. Плохой комплекс, плохо считает, ошибки в нем, гендерные различия не учитывает, а нормативы так вообще непонятно откуда взяты. Ладно, есть об этом видео. Социология на промышленном предприятии. Одно из направлений деятельности лаборатории – это социологическое направление. Вообще всего их четыре, надо сказать, этих направлений. Первое направление – это, понятно, диагностика. Я не буду сейчас терминами баловаться и раскрывать эту тему. Диагностика. Второе направление – это реабилитация или, если угодно, коррекция. Это второе направление деятельности лаборатории, если кратко, очень кратко. И третье направление деятельности – это социологические исследования, непосредственно оценка социальной роли общества в формировании того или иного индивида. Ну и так далее. Не буду тоже сейчас углубляться в теорию, скажу лишь, что это третье направление деятельности лаборатории. И четвертое направление деятельности лаборатории это так называемое направление культуры безопасности. Здесь все, здесь и соут, спецоценка условий труда, здесь и эргономика, здесь и какие-то моменты связанные с организацией работы предприятий именно в области культуры безопасности. Для себя, пожалуйста, представьте в голове, кавычки открываются, культура безопасности, кавычки закрываются, вновь кавычки открываются с большой буквы человеческого фактора, кавычки закрываются, вот такая фраза, культура безопасности человеческого фактора. Вот это четвертое направление деятельности нашей лаборатории. Диагностика, реабилитация, коррекция, социология, социологические исследования, которым мы уделяем большое внимание. И у нас масса-масса разных анкет, разработанных, мы их используем. Мы делимся с другими коллегами, когда они этого хотят и просят. И, соответственно, культура безопасности человеческого фактора. Социальное видео, посмотрите, может быть будет интересно, не буду даже карты раскрывать. Некоторые у нас, не скажу, что мы альтруисты, но тем не менее, иногда мы дарим подарки на Новый год. Бесплатно обновляем нормативы для тех людей, кто приобрел наше программное обеспечение. Или же качественные, или бланковые методики, не важно. Соответственно, опять же повторюсь, впереди нас тоже ждет, вас ждет, уважаемые подписчики, небольшой подарок. Так, подарок у нас планируется, очень значимая цифра впереди нас ждет. И, соответственно, в связи с этим у нас будет вам подарок. Социальное видео, посмотрите, интересно. Обновление происходит периодически у нас. И надо сказать, что наши программные продукты, они обновляются бесплатно. То есть, если вы у нас приобрели программное обеспечение, у нас выходит новая версия, те, кто приобрели, они получают ее абсолютно бесплатно, это новое обновление. Если по каким-то причинам, ну компьютер у вас сломался, жесткий диск полетел, да, предположим, да, вот установлено программное обеспечение, вы, раз, ну, вирус напал на этот компьютер, убил информацию, убил жесткий диск, мы восстанавливаем программы полностью до трех раз. То есть, три раза мы восстанавливаем. Единственное условие, чтобы вы нам написали с просьбой о восстановлении программного обеспечения с того же самого имейл-адреса. То есть, мы привязываем вас, ваши фамилии, имя, отчество к имейл-адресу, к вашему имейл-адресу. Сломался компьютер, полетел жесткий диск, вы у меня приобретали это программное обеспечение, вы мне пишите письмо, Виктор Николаевич без вопросов отправляет вам регистрационный ключ к новой версии программного обеспечения. Или же, соответственно, если у нас обновление произошло, мы тоже его предоставляем бесплатно, с новым ключом. Далее, опять возвращаемся, видимо, тут вопросы мне стали задавать на форуме, я уже не помню. И у меня тут пошел большой цикл, опять же, по MMPI. Но это ничего удивительного в этом нет. Результаты, коэффициенты аппроксимации, линии тренда я рассказываю по каждой из шкал. По первой шкале истерии и ипохондрии, по шкале депрессии, по шкале истерии, третьей шкале, четвертая шкала социальной дезадаптации и психопатии, пятая шкала мужественности и женственности, социальная дезадаптация, четвертая шкала, шестая шкала, седьмая шкала психостении, восьмая шизофрении, девятая шкала гипомании и нулевая шкала интроверсии и экстраверсии. еще раз о качестве мышления видео еще раз о пиктограммах вы хочу сразу предупредить вы не думайте что там идут какие-то повторы каждое видео уникально она дополняет вот допустим да вот о качестве мышления я уже до этого снимал два видео и она стоит того этот вопрос чтобы о нем говорить говорить и говорить обсуждать задавать вопросы под этим видео заходить ли на наш форум и задавать какие-то вопросы об этом стоит говорить видимо мне задали какой-то вопрос я тоже уже не помню я решил снять еще одно видео по качеству мышления методика пиктограммы самая любимая методика и опосредованное запоминание переломный момент у нас закрылся наш старый сайт и мы соответственно создали тот сайт на котором мы сейчас с вами можем находиться и просмотреть всю эту информацию сайт лпфо про очень легко запомнить собственно лпфо лаборатория психологического обеспечения профессионал да то есть профессионалы мы попрощались в этом видео со старым нашим сайтом он работоспособен и при необходимости он точно такой же как наш новый он является на данный момент зеркалом нашего основного сайта если с этим сайтом что-то не дал не даст бог случится но ничего не может случиться все очень надежно уже там четвертый год на этот сайт развиваем мы можем всегда предоставить ту же самую информацию просто включив наш старый сайт одну кнопочку нажать надо для этого акция то есть тут видимо что-то мы тоже дарили я уже не помню рассказ о тесте генри рошаха абсолютно работоспособные методики которая может быть применена как достаточно сложный инструментарий для освоения очень специфичный не часто используемый но крайне необходимый в общем когда его нет в некоторых случаях лучше как говорится повеситься если его нет вот этого так скажем этой методики если нет в комплекте без него в некоторых случаях может быть там в одном из десяти вот в двух из десяти случаях работать нельзя он дает хороший диагностический результат социальное видео рассказывается об общей об общении на форуме наших правилах мы не допускаем мата четко модерируем этот форум то есть на нем можно спокойно заходить задавать свои вопросы общаться в любом случае если такая потребность возникнет в плане обучения какой-то мы можно или вам пользователям или мы сами можем создать отдельный раздел по каким-то вопросам так что пишите на почту пишите на форум задавайте свои вопросы спрашивайте что вас интересует и мы попытаемся или в письмах или видео или на форуме ответить на ваши вопросы социальное видео научное видео о значимость о значимых ценностях россиян ранжирования провели очень большое крупное социологическое исследование и в презентации изложили полученные результаты посмотрите очень интересно но год не сказать что старый наверное где-то может быть 2010 я уже не помню когда мы проводили это исследование много человек обследовали опрашивали и получили очень интересные результаты некоторые вопросы повторяются 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 и я снова возвращаюсь к заигарник да к этому видео в этом видео рассказывается вновь о методике по всей видимости о каком-то может быть он непосредственно инструментарий этого теста этой методики если быть точным это не тест конечно это именно проба или патопсихологический тест если быть вот совсем корректным социальное видео авиационная область катастрофы россии постоянно раз квартал как менее по меньшей мере ну по большей частью раз полгода самолеты падают до разбиваются и для меня не составляет никакого сомнения тот факт что от человека зависит все человеческий фактор является определяющим в этом вопросе в катастрофах будь то на атомных предприятиях атомных станциях будь то где-то в воздухе где-то кто-то что-то не докрутил из технического персонала где-то что-то кто-то не досмотрел из персонала организации где-то летчик подвел на то есть недостаточно был адаптирован функционально и так далее и соответственно появляется проблема катастрофа последний из которых самое на слуху это немецкий летчик который направил самолет земле совершив самоубийство вместе с собой забрал еще несколько сотен человек социальное видео детский сад любви не любви патопсихологические методики тоже о методиках а количественных вот эти два видео одним циклом можно объединить проблема методики исключения предметов но тут рассматриваются частные вопросы частные вопросы патопсихологии конкретные исследования конкретные методики конкретно их применения снова возвращаясь к слпф видимо какой-то вопрос мне кто-то задавал опять методика счет покрепили ну воспроизведение рассказов ну все патопсихологии идет методика детская диагностика я рассказываю здесь вот детских патопсихологических методиках о которых я уже говорил ниже но еще раз на то есть продукция раздел 4 и здесь мы с вами видим детские патопсихологические методики здесь они все представлены их не может быть больше но их не может быть меньше детская патопсихология можно их скачать приобрести стоит вот честно говоря с учетом нашей теперешней настоящей ситуации качественные количественные детские патопсихологические методики стоят сущие копейки значит по поводу стоимости вот давайте значит для физических лиц открываем у нас есть прайс лист вот здесь в самом заголовке да здесь бланк заказа открываете прайс лист вот он давайте так вот откроем в новой вкладке вот он сейчас загружается он свободно доступен для скачивания тормозит у меня интернет что-то сегодня ну вот посмотрим сейчас он все таки должен загрузиться тормозит тормозит вот соответственно вот посмотрим таблицы шульте 500 рублей извините с учетом того что у нас значит такси стоит 250 на я не знаю там книжка более-менее непонятно какого содержания стоит там от тысячи и выше сейчас книги крайне выросли в цене значит да я не знаю там 500 рублей для предприятия чтобы приобрести психологу таблицы шульте и красно-черную таблицу за 500 рублей за тысячу две методики да и все остальные посмотрите 500 700 300 рублей 1000 2000 вот самая дорогая методика что я вижу 3000 рублей 300 рублей 200 рублей вот это бланковые качественные методики извините меня с учетом доллара евро всех событий стоимости такси продуктов магазин нельзя зайти тысячу потратил уже все у тебя ничего не купил да это смешные деньги а самое главное что это основной инструмент любого психолога работать без этого нельзя как я говорил в своем предыдущем видео подороже конечно дороже автоматизированные методики бланковые методики тоже сущие копейки понятно что речь идет уже вот в бланковые методики да речь уже идет вот в частности вот депрессия бека даже на 300 рублей полторы тысячи полторы тысячи 500 рублей 7000 5000 это бланковые методики но извините в наше время это копейки автоматизированные методики программные продукты конечно они стоят дороже вот здесь они все представлены они все имеют разное содержание разные степени защиты кстати я не сказал о версиях flash но наверное видео дальше об этом будет я остановлюсь подробно но можно установить наши программы на флешке и соответственно психолог имеет возможность поработать с информацией как на работе так и забрать эту информацию к себе домой создать какую-то таблицу поработать с этими результатами соответственно написать статью проанализировать таблицы excel и так далее или же поехать куда-то в командировку на какой-то семинар конференцию взять с собой это программное обеспечение показать коллегам показать результаты обсудить и так далее то есть мобильность очень высокая на флешку устанавливается и главное если скопировать этот флешки на другой флешке это работать не будет защита абсолютная установили на флешку все это программное обеспечение ваша соответственно методики стоят недорого здесь приведены все наши методики которые мы предлагаем аппаратно-программные комплексы и так далее и тому подобное и детская патопсихологическая диагностика она тоже смешная 300 рублей 50 рублей 2000 3000 500 рублей 500 рублей это все недорого то есть не надо бояться покупать эти вещи когда я начинал свою бытность работу 16 лет назад да я искал по всей стране а здесь на нашем сайте все в одном месте я бы душу продал в наверное где-то в 2000 каком-то там начале двухтысячных если бы вдруг не на попался такой сайт я могу сразу же получить то что я искал по разным городам в москве в питере в самаре в саратове где только не был жизнь бросала кидала везде где возможно я приобретал методики это было нечто это было приключением и сейчас у меня моей лаборатории есть все для того чтобы работать я знаю сколько их должно быть я знаю какие методики я никогда не буду использовать по аналогии до такой вы любовник и журнала kill girl я такую методику никогда использовать не буду а предлагаю вам то что сам использует то что используют мои коллеги то что используют мои коллеги удаленно то есть те кому мы продали эти методики и с успехом пользуются одним словом скачивая этот наш прайс-лист да вот здесь вот нажимаем кнопочку скачать и получаем его к себе локально на ваш компьютер знакомимся с ним и соответственно переходим скачиваем давайте я закрою прайс-лист для физических лиц и нажму на бланк заказа он очень простой этот бланк заказа сейчас он откроется надеюсь интернет тормозит что сегодня с провайдером неизвестно ну одним словом бланк заказа позволяет четко проставить галочки над теми методиками которые вам требуются четкое понимание того он дает этот бланк заказа как приобрести эти методики алгоритм он очень прост он по-настоящему очень прост как приобрести как оплатить наши методики мы принимаем карты виза сбербанка российской федерации киви кошелек и paypal для физических лиц как мне кажется этого достаточно соответственно здесь проставляются варианты выбора ваших методик которые вы заказать заказываете вы их приобретаете скачиваете с нашего сайта при оплачиваете и получаете пароли если речь идет о патопсихологических или качественных или бланковых методиках или же ключи регистрации к нашим автоматизированным методикам вот это если говорить о приобретении нашей продукции физическими лицами то есть ставите звездочку до хочу и приобрести допустим детскую версию методики внимания или таблицы шульте или опосредованное запоминание расставляете галочку формируется четко понимаете сколько это будет стоить исходя из нашего прайс листа и оплачиваете буквально в течение двух трех рабочих дней на вашу электронную почту приходят пароли от архивов приходят ключи регистрации к нашим программным продуктом вот очень все просто по сути говоря два документа прайс лист и бланк заказа речь идет о физических лицах если мы говорим но и flash версии они поставляются нами на флешке прямо вам посылочка придет и соответственно если мы говорим об юридических лицах как я уже сказал мы продаем наши нашу методологию наши продукты нашу продукцию и оказываем услуги конечно здесь речь уже идет о договорных отношениях как я уже упоминал здесь заключается договор купли-продажи или же договор предположим услуг все очень четко отработано скачиваете рыбу договора вы передаете своим юристам экономистам они их прорабатывают вносят при необходимости какие-то изменения но по нашему опыт но он не совершенно незначительно там мы всегда идем навстречу любым просьбам требованиям контрагентов подписываете у вашего руководства и соответственно или приобретаете или организуете у себя на предприятии лабораторию психологического обеспечения психологического ли обеспечения вот это если вкратце тут договорные отношения а тут у нас понятно бланк заказа по всем нашим методикам вернемся к видео вернемся к видео но тут речь идет опять же до счет покрепили но я уже говорил воспроизведение рассказов детская диагностика социальное видео психология двойных стандартов и разговор о фобиях и маниях социальное видео я вас понял или я вас услышал очень интересное на мой взгляд изменение психологии общества в этом видео отражено давайте я сейчас делаю паузу я смотрю что у нас уже 45 минут это видео длится предыдущее было больше часа нажму на паузу и в следующем своем видео продолжу рассказ о лаборатории психофизиологического обеспечения начну с этого же самого места